Всем привет! В этом видеоролике речь пойдет о продуктах, которые снижают артериальное давление. Поэтому, чтобы не упустить главных нюансов, советую досмотреть это видео до конца. Но прежде чем начать, хочу попросить вас подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Спасибо! Гипертония – очень опасное заболевание, которое грозит нарушениями работы сосудов, сердца и таких серьезных болезней, как инфаркт или инсульт. При гипертонии важно не только принимать назначенные врачом препараты и вести здоровый образ жизни, но и соблюдать диету. Но мало кто знает, что определенные продукты могут не только повысить давление, но и нормализовать его. Итак, вот список продуктов, которые обязательно должны быть на вашем столе, если в последнее время ваше давление превышает норму. Печеный картофель. Картофель богат магнием и калием, двумя микроэлементами, которые являются важной составляющей терапии при гипертонии. Диета, богатая калием, помогает организму более эффективно вымывать излишки натрия, который повышает кровяное давление, а магний способствует здоровому кровотоку. Молоко и молочные продукты. Стакан молока помогает снизить давление на 3-10% за счет кальция и витамина D, которых много в молочных продуктах. Регулярное употребление молока и молочных продуктов могут снизить риск развития сердечных заболеваний на 15%. Кроме того, постоянное употребление молока помогает повысить содержание кальция, а исследования подтверждают, что недостаток этого микроэлемента повышает риск развития гипертонии. Яйца. Долгие годы считалось, что частое употребление в пищу яиц может быть опасно для сердца, якобы из-за холестерина. Но недавние исследования опровергли это заблуждение и показали, что яичный белок помогает снизить кровяное давление. Фактически, яичный белок действует так же, как каптаприл, самый распространенный препарат для снижения высокого кровяного давления. Брокколи. В этом полезном овоще содержится много магния, кальция и калия, минералов, снижающих давление. Более того, исследования подтвердили, что рацион, в котором много брокколи, существенно снижает риск развития инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии. В ростках брокколи много соединений, которые помогают уменьшить повреждения артерий и тем самым снизить гипертонию. Свекольный сок. Стакан свекольного сока в день помогает снизить уровень кровяного давления на 10 пунктов. К таким результатам пришли авторы исследования, опубликованного в 2013 году в журнале Американской кардиологической ассоциации. Такой эффект достигается за счет нитрата, который превращается в оксид азота, газ, который расширяет кровеносные сосуды и помогает кровотоку. Бананы. Эти фрукты чемпионы по содержанию калия. В одном банане содержится около 420 миллиграммов или 11% от дневной нормы. А о том, как важен калий для здоровья сердца и сосудов мы уже говорили. Темный шоколад. Самое вкусное лекарство – шоколад с высоким содержанием какао. В этом лакомстве много особых антиоксидантов флавонолов, которые делают кровеносные сосуды более эластичными. Смело съедайте несколько долек черного шоколада в день, он пойдет вам только на пользу. Белая фасоль. Еще один продукт, в котором много калия, магния и кальция – важных микроэлементов, помогающих нормализовать давление. Всего одна порция фасоли содержит 13% ежедневной нормы кальция, 30% магния и 24% калия. Гранаты. Один стакан гранатового сока в день в течение 3 недель помогает снизить кровяное давление. Просто начинайте ваш день с этого напитка, и гипертония вас не догонит. Овсяная каша. Овсянка на завтрак – идеальный вариант для всех, кто всерьез заботится о своем здоровье, в том числе и о нормализации кровяного давления. Клетчатка, которой богато это блюдо, помогает поддерживать здоровый уровень систолического и диастолического артериального давления, а также удерживать здоровый вес тела, что тоже очень важно для здоровья сердца и сосудов. Друзья, вам также может быть интересно другое наше видео о том, какие изменения произойдут с организмом, если каждый день натощак выпивать стакан теплой воды. Оно появится у вас на экране, а также ссылку на него я оставлю в описании. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться этим видео в социальных сетях с друзьями и близкими. До новых встреч!